20 минут о красивой жизни, заметных событиях и симпатичных людях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Мнение дизайнера одежды и мнение стилиста, который с этой же одеждой работают, могут кардинально не совпадать. Но это не конфликт, это творческий поиск. И такой творческий поиск мы решили отразить в нашей рубрике «Выбор стилиста». Еще совсем недавно кутюрье раньше всех знакомили со своими коллекциями одежды редакторов глянцевых журналов. Сегодня все чаще первыми оказываются стилисты. Основатель собственной школы стиля Ольга Шалашова сегодня в шоуруме дизайнера Светланы Размаховой. Здесь убраны все выточки, заложены в драпировку. Швов практически нет, за счет этого прилегания остается. Мне нравится, что за счет вот этой плотной ткани, все эти драпировки, это все держится. Оценив специфику кроя, переходим к следующему этапу – оценки имиджевого потенциала коллекции. Проще говоря, что с чем можно сочетать, чтобы получились неповторимые индивидуальные стильные образы. Интеллигентный минимализм. Минимум деталей, минимум отделки, все очень сдержанно, все очень лаконично. Такой очень интересный, выдержанный стиль. Вот такие летящие платья, которые можно стилизовать не только ботильонами, сапогами, можно стилизовать кроссовками, можно стилизовать такими мужеподобными жакетами like a man. И принты можно найти любой контрастности, любой вкус. Здесь уже принты понасыщеннее, такая цветовая гамма поглубже. Ну и для тех, кто хочет себе на лето обеспечить хорошее позитивное настроение. Появилась очень интересная тенденция – это экзотические принты. Предлагаю дополнять это чем-то более скромным, потому что здесь все-таки акцентом является у нас тот принт. Например, белые джинсы и кеды будут уместны в сочетании с такой рубашкой. Еще один тренд, который будет с нами этим летом – это все, что связано с униформой, со спецодеждой. Комбинезон авиатехника – достаточно интересная вещь. Много вариантов стилизации можно придумать. Можно носить сам по себе с кедами, кроссовками. Можно вниз пододеть футболку. Можно надеть его с водолазкой внутрь, дополнить ботильонами. Или увезти в индустриальный стиль, например, если мы добавим очки, маску, добавим какие-то тяжелые ботинки. Либо увезти в стиль сафари, если это будут эспадрильи, если это будут плетеные сумки или сумки с бахромой. Мой фаворит этой коллекции – это вот такое платье. Несмотря на сложный крой, оно оказалось достаточно универсальным. И я составила с этим платьем три комплекта. Это платье я сочетала с жакетом, с пальто. А также поверх этого платья я надевала рубашку, которая тоже асимметричный крой имеет. И получился такой очень авангардный комплект. Я думаю, что можно под него еще надеть водолазку. Тоже получится интересно. Ну и, собственно, обыгрывать его с помощью разных аксессуаров, разной обуви. Я думаю, что достаточно универсальный вариант. Вот эти все сезонные цвета, как раньше это было, что темные оттенки мы носим зимой, а светлые оттенки носим летом. Это уже не работает. Можно носить зимой белые джинсы, это будет смотреться круто. И также летом можно носить черный цвет, и это тоже будет смотреться интересно. Но если вы не готовы к таким экспериментам, то можно присмотреть более понятный для лета вариант. То есть это вот такое же платье в светлых оттенках. И как бы это ни звучало парадоксально, черное платье для стилиста – это как белый лист, с помощью которого можно изобразить буквально все, что ты чувствуешь. Конец учебного года – время отчетных концертов. И сегодня все чаще подобные события проводят не только в формате небольшого творческого шоу, но и придают ему благотворительный характер. Именно в таком виде организовали свой отчетный концерт Школа классического танца и студия «Виварты». Каждый выход на сцену юных танцоров и вокалистов наполнен особым смыслом. Артисты участвуют в благотворительном концерте в поддержку маленькой подопечной благотворительного фонда. Второй год подряд я организую благотворительный концерт вместе с моей школой классического танца. И в этом году меня поддержала творческая студия «Виварты», чем я им очень благодарна в поддержку ребенка. В этом году это София Южанина – прекрасная четырехлетняя девочка. И все денежные средства, которые будут собраны во время концерта, будут переданы ей. Был отчетный концерт, но он в себе нес очень много позитива, добра. И самое главное – дети выходили со смыслом. Дети помогали ребенку. Я думаю, что для родителей это важно. Вот на примере, не только на словах, но и на деле, на примере, и показать, что такое благотворительность. Мне очень хотелось помочь этой девочке, чтобы она выздоровела. Я видела ее улыбку на голову. Мама, только ты ярко светишь на моем пути. Я его с тобой смогу пройти. Участникам этого концерта от трех до шестнадцати лет. Жанровый диапазон их выступлений от российской эстрады до западного рока, включая контемпорари и модерну. Были представлены номера, которые мы готовили в течение года, которые были участниками многих конкурсов, становились призерами, лауреатами, дипломантами. И на самом деле очень многое значит, когда выбираются номера, которые любят сами дети. В этом году очень многие группы осваивали партерную технику, то есть танец на полу. Им это очень интересно, для них это очень необычно. Ходили в синяках, но счастливые, потому что получается. Я танцевала свое первое соло. Перед танцем я волновалась, потом станцевала и думала, что я станцевала достаточно хорошо для первого раза. Я просто представляла, как бы я видела, если бы я была зрителем, то есть как бы я видела, как я танцую. И пусть пока еще не каждый артист так зрело и осознанно относится к своему творческому делу, но за этот вечер все они стали еще взрослее, а главное добрее, узнав о том, что есть дети, которым нужна поддержка, и что объединившись, можно им помочь. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. Макфа. Основа творчества. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений. Предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская одежда для реальных женщин. Сеть салонов одежды Априори. Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 по 60. Сеть салонов Априори. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, второй этаж. Жителю мегаполиса больше всего не хватает, но с медицинской точки зрения, свежего воздуха. Отправиться за ним можно на побережье, в лес или в горы, а можно побывать в специальной капсуле, которая насыщает организм кислородом. Как все это работает, смотрите в нашем репортаже. Этот аппарат называется портативной барокамерой. Под давлением воздушной смеси организм обогащается кислородом. 45-минутный сеанс в этой капсуле приравнивается к 3 дням пребывания в сосновом бару. Сама идея насыщения свежим воздухом не нова. Методику применяли еще в 17 веке. Подобную методику начали применять еще в 17 веке. Но основное распространение так называемой кислородной палатки получили в 19 веке в Германии. А в современной истории применение началось с середины 50-х годов. У нас с 1965 года используется портативная барокамера, то есть капсула, кислородная капсула, куда подается смесь кислорода и воздуха под давлением примерно на 1,3 атмосферы. Курс традиционный от 2 до 4 недель, обычно мы назначаем 15-20 процедур. Капсула, когда наполнится газовоздушной смесью, начнется подъем давления. Могут быть такие же ощущения, мы с вами проговаривали это, как в самолете. Если что-то будет не так, значит вы мне сразу сигнализируете. Я вас вижу, вы меня видите, слышать вы меня тоже будете. Достаточно простая в применении баротерапия имеет широкий спектр показаний. В том числе и знакомые большинству жителей мегаполиса усталость, головные боли, нарушение памяти и снижение концентрации внимания. Вдыхаемый воздух повышает парциальное давление, так называемое, кислорода в жидкостях организма. Ну и таким образом повышается кислородная емкость, так называемая, крови. Это ведет к тому, что клетки начинают работать в особом режиме. То есть они фактически уже не экономят свои ресурсы. Они тратят их на то, чтобы улучшать течение хронических заболеваний, профилактировать в первую очередь сердечно-судистую патологию, патологию легочной системы, профилактику, онкологию, нарушение мозгового кровообращения. Показана эта терапия всем. Как и в любой аппаратной терапии есть противопоказания, как, например, гипертоническая болезнь, эпилепсия, острые воспалительные заболевания и клаустрофобия. Поэтому курс назначается после приема терапевта. Судьба 11-ти классников. Головная боль не только родителей и учителей, но и сфера интересов, праздничных агентств, ресторанов, магазинов одежды и салонов красоты. Мы с нашими партнерами-экспертами о бьюти-индустрии подготовили коллекцию причесок для выпускников и выпускниц. В жизни сегодняшних 11-ти классников наверняка уже были праздничные события, но вряд ли по степени важности и торжественности что-то может сравниться с выпускным. Конечно же, когда к нам приходит молодая девушка, мы обязательно спрашиваем, какой у нее будет наряд. Обязательно смотрим на ее волосы, обязательно обсуждаем, что бы она хотела. Если это классическая какая-то укладка, например, голливудская волна, то, конечно, стайлинг подбирается с особым доском и блеском. Это должен быть какой-то такой красивый глянец. Стайлинг может быть матовый, с особой текстурой. Это может быть морская соль. Разные образы создаются, девушки приходят в платьях разных, и разные укладки имеют место быть. Сами выпускники, как правило, лучше любых стилистов, знают, что сейчас актуально. Но на всякий случай все-таки попросим нашего эксперта рассказать о последних тенденциях вечерних укладок и причесок. Кудри бывают разные. Бывают очень объемные, с ними дочек и бана. Бывают гладкие, фактурные кудри. И можно каждой девушке подобрать определенный стиль. Наряду с гиперобъемом существует еще и другое направление. Это может быть прямой пробор, гладкололоженные волосы. На концах заданность текстура. На сегодняшний день можно наносить по нескольку заколок в ряд. Это могут быть заколки как с маленькими жемчужинами, так и с очень большими жемчужинами. Также остаются актуальные какие-то такие растрепанные пучки. Присущая какая-то такая красивая легкая небрежность. Получить аттестат красиво во всех смыслах мечтают не только выпускницы, но и выпускники. Наблюдается такая тенденция, что парни, выпускники более смело идут на те же укладки, не боясь каких-то вычурных образов. Потому что в индустрии красоты, особенно направление мужской индустрии красоты, очень активно развивается и можно создать образ для выпускного бала для юноши. Молодые люди, как выяснилось, более открыты к переменам, а также экспериментам в стрижках и укладках. Перед своим выпускным я без раздумий выбрал стричь, сделаю мне хорошую стрижку, подберут образ. Благодаря профессиональным стайлингам, современная укладка, особенно мужская, выглядит очень стильно, естественно и при этом ненавязчиво. Кстати, родителям выпускников также стоит задуматься о своем внешнем виде в этот торжественный день. Остаться в памяти на фото и видео лучше всего красивыми и ухоженными. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok